Во втором видео уроке мы вплотную подошли к изучению языка HTML. И знание такой технологии вам просто жизненно необходимо для изменения шаблона в WordPress. Вам нужно разбираться в тегах, знать самые популярные, но самое главное вы должны понимать, как все-таки вам обращаться к этим тегам. А иногда встречаются такие шаблоны в WordPress, у которых способ доступа к тегу настолько сложен, что приходится потратить некоторое время для того, чтобы отследить путь к нему. Но обо всем по порядку. Как я говорил на предыдущем уроке, HTML документ состоит из тегов. Эти теги бывают двойные и одинарные. В основном язык HTML на 90% состоит из двойных тегов, то есть парных. А как же записываются эти теги? Все очень просто. Вы вводите вот такой знак, который нам известен из математики как меньше, затем вы прописываете название тега, например, вам нужно оформить текст с новой строки, то есть создать параграф, поэтому вы используете тег параграфа. То есть мы вводим букву P, именно так оформляется текст, который нужно разместить с новой строки. Это делается с помощью тега параграф. Итак, мы обозначили название тега, после чего вам нужно закрыть открывающийся тег. То есть мы ставим знак, противоположный вот этому, и этот знак известен вам как больше. Итак, мы открыли тег. Теперь мы прописываем текст, который хотели разместить внутри параграфа. Далее нам нужно закрыть тег. Как же это сделать? Все очень просто. Мы прописываем ту же совокупность символов, с помощью которых открывали тег, только перед названием тега, то есть перед P, мы ставим слэш. Вот так. Этот символ означает, что наш тег закрыт. Теперь давайте скопируем этот тег три раза, и вставим на странице, и сохраним изменения. И посмотрим в браузере, что же у нас получилось. Посмотрите, наш текст размещен на странице. Кроме того, как я сказал ранее, теги бывают и одинарными. К самым известным одинарным тегам относится, например, тег смещения чего-либо на одну строчку. Это тег BR. Он записывается вот так, и в его случае нам ничего закрывать не надо. Давайте поставим его в каждой строчке после тега P, то есть после закрытия тега P, и посмотрим, как изменится наш параграф. Посмотрите, каждый параграф сместился еще на одну строчку вниз. Также еще из популярных тегов вам нужно знать и об одинарном теге image, который служит для вставки изображений. Далее у тегов могут быть атрибуты. Как вы помните, с первого урока HTML это просто каркас страницы или шаблона, а CSS это средство украшения вашей страницы. Итак, а как же применить конкретное свойство к конкретному тегу? Во-первых, можно обратиться напрямую к тегу. Для этого мы должны ввести название тега без открывающегося и закрывающегося символа. Вводим просто P, затем открываем фигурную скобку, закрываем ее и ставим точку запятой внутри фигурных скобок. Это обязательные элементы структуры записи свойств. Теперь внутри этих фигурных скобок нам нужно указать CSS стиль и его значение. Для начала мы поменяем цвет текста на красный. Для этого внутри фигурных скобок мы пропишем свойство color, которое предназначено для перекрашивания текста в цвет. Затем мы ставим обязательный элемент двоеточие и далее мы должны прописать значение. В качестве значения мы пропишем название цвета текста red. Сохраняем изменения и обновляем браузер. Посмотрите, у нас все получилось. Но что делать, если необходимо одному тегу присвоить не одно, а несколько свойств? Для этого мы после прописанного первого свойства жмем enter и на новой строке прописываем новое свойство. Например, фон за текстом. То есть это как бы подложка. За цвет фона отвечает свойство background color. Ставим обязательный элемент двоеточие и устанавливаем черный цвет. И ставим точку запятой. То есть по факту мы открываем с вами набор стилей, спускаемся на строчку вниз, записываем одно свойство. Если есть второе свойство, то спускаемся еще на строчку вниз и далее после того, как все свойства записали мы, мы также спускаемся на строчку вниз и закрываем фигурную скобку. То есть закрываем блок кода, где мы прописываем стили. Да, еще нюанс такой, что каждая строчка со стилями должна заканчиваться точкой запятой. Иначе свойства не вступят в силу. Да, и запомните, именно вот так должна выглядеть конструкция, состоящая из нескольких свойств. То есть по свойств на строчку. Так все выглядит более отчетливо. Посмотрите, у нас все получилось. Такое обращение к тегам в языке CSS называется обращение по селектору. Но селектор может быть не только в виде названия тега. Например, что делать, если нам нужно применить свойства только вот ко второму параграфу. В этом случае можно прописать в атрибутах тега определенные так называемые ключевые слова, по которым браузер поймет, какому именно элементу применить стили CSS. То есть нам нужно прописать некоторые идентификаторы в области атрибутов. Атрибуты прописываются внутри открывающегося тега после его названия и перед закрывающимся знаком. Атрибуты прописываются в следующей структуре название атрибута, знак равно и в кавычках прописывается значение. Но давайте поговорим о том, как можно персонализировать теги. Для этого существует два приема. Это установка для тега класса. И второй способ это установка индивидуального идентификатора, который для упрощения среди верстальщиков сайтов называют айдишником. Итак, давайте сначала посмотрим на классы. Например, давайте присвоим второму тегу класс red. Для этого мы после названия тега вписываем ключевое и обязательное слово класс, ставим знак равно и в кавычках присваиваем название класса red. Теперь переходим в CSS файл, где прописано свойство и удаляем обращение через название тега. Теперь нам нужно прописать обращение по классу. Для этого мы ставим точку и вводим название класса, а синтаксис свойств остается неизменным. Давайте сохраним изменения и посмотрим, что же у нас получилось. Как вы видите, свойство применилось только к одному конкретному параграфу. Это и есть обращение по классу персонально к элементу страницы. А что делать, если нужно, например, применить эти свойства и к третьему параграфу? Неужели нужно заводить для третьего тега новый класс и дублировать свойства? По новому классу. Вовсе нет. Вам просто нужно установить для третьего параграфа точно такой же класс. Преимущество классов заключается в том, что нас не ограничивают в количестве их использования. То есть, например, у нас есть ряд кнопок на сайте, у которой один и тот же дизайн. Вы можете, например, один раз в стилях прописать цвет названия кнопки, ее фон, цвет рамки. То есть, прописать все стили и передать их по селектору в виде класса button. А уже у всех кнопок, которым должны применяться данные стили, установить этот класс и в результате чего свойства активируются. Этот подход используется чаще всего. Кстати, у одного элемента может быть сколько угодно по количеству разных классов. Это позволяет к одному объекту применять различные стили, которые прописаны в разных местах. Теперь давайте поговорим про идишники. С ними ситуация похожая. Для обращения вы должны прописать в области атрибутов тега вот такую запись. Мы вводим ключевое слово id, ставим знак равно и в кавычках прописываем название идишника. После чего переходим в свойства и вместо обращения по классу ставим знак решетка и название идишника. И в результате чего свойства вступят в силу. Но отличительной особенностью идишника является то, что под идентичным названием он может быть только один на странице. То есть, например, нельзя использовать больше одного идишника на одной странице. Например, с названием button или home. А наличие нескольких идишников с различными названиями на одной странице допускается. Классы чаще всего используются для стилизации, а идишники очень часто применяются для переадресации. Например, давайте вспомним. Мы все видели эту ситуацию, когда мы кликаем по кнопке на одностраничном сайте и перемещаемся к определенному блоку этой страницы. Это очень часто реализуется именно на лендингах. Среди верстальщиков это называется переадресация по якорям. А как же это все реализуется? У тега блока, на который должна происходить переадресация, в атрибутах прописывается идентификатор. А затем у кнопки, по которой должен производиться клик для перемещения к блоку, прописывается специальный атрибут шреф, предназначенный для подключения ссылки переадресации. Так вот, у тега кнопки мы прописываем в качестве значения атрибута шреф знак решетки и название идишника. Вот так работает стилизация элементов сайта и переадресация по якорям. Но обращение имеет приоритетность. То есть, например, у параграфа имеется и класс, и идентификатор. Кстати, если тег имеет несколько атрибутов, то они прописываются через пробел. Итак, тег имеет несколько атрибутов класс, идентификатор. И если в CSS-свойствах обратиться к данному элементу страницы и через название тега, и через класс, и через индивидуальный идентификатор, то обращение будет иметь разную приоритетность и сработает свойство, которые применялись самым приоритетным способом. То есть, давайте через название тега установим красный шрифт, через класс зеленый и через айдишник синий. Самым важным приоритетом обращения, то есть, самым главным свойством будет являться обращение через айдишник, затем через класс, а уж после по названию тега. Конечно, есть еще один более приоритетный вариант. Это записать не в CSS, а внутри тега, в HTML-документе, внутри тега, через атрибут style, стиле. Но в современной сфере сайтостроения, а именно в верстке сайтов, это просто недопустимо, а считается плохим тоном, потому что это потом нельзя изменить, допустим, для других разрешений экранов. И это вообще применялось, когда еще языка CSS не существовало. Поэтому про этот способ даже показывать не буду, потому что это относится к категории треш-кода. Итак, мы задали для нашего тега свойства тремя разными путями. Самым важным приоритетом обращения, то есть, самым главным свойством будет являться обращение через айдишник, затем через класс, а уж потом по названию. Но это правило можно нарушить. Например, можно сделать так, чтобы в данной ситуации самое приоритетное обращение происходило через название тега, через менее приоритетное, при этом перебивая обращение более приоритетных подходов. Для этого, после значения свойства, нам нужно поставить восклицательный знак и ввести ключевое слово «импортант». И в этом случае активируются стили по названию тега, то есть, с помощью менее приоритетного обращения, у того, где мы прописали ключевое слово «импортант». Этот способ среди верстальщиков не рекомендуется использовать, так как является дурным тоном. Но иногда при редактировании шаблонов WordPress, обращаясь новыми стилями к конкретному элементу, не представляется другого пути по изменению стиля элемента, кроме применения ключевого слова «импортант». Так что при редактировании шаблонов WordPress, этот прием будет вашей такой палочкой-выручалочкой. Кроме того, бывают такие случаи, что для разных селекторов необходимо указать одни и те же свойства. В этом случае они в CSS-файле прописываются через запятую, а затем уже прописываются сами свойства. Но это еще не все. Современная сфера сайтостроения ставит перед нами более сложные задачи. Теги также бывают вложенными, то есть дочерними, а также бывают еще и соседними. А современные сайты и в частности все шаблоны WordPress содержат, как правило, в себе сложную систему вложенности элементов. Итак, давайте начнем с сложенных тегов. Как это выглядит? Например, у нас имеется блок сайта, кстати, блоки отмечаются тегом div. Так, у нас имеется блок сайта, который мы отмечаем тегом div с классом block. Внутри него имеется еще три вложенных дочерних блока, в состав которой входят, например, блоки с классами блок 1, блок 2 и блок 3. И у каждого из этих подблоков есть текст, заключенный в тег P. Причем тег P не имеет класса или айдишника. И, например, перед нами стоит задача окрасить исключительно параграф второго подблока, нашего главного блока, в красный цвет. Для этого при обращении в свойствах, то есть в файле CSS, перед применяемыми свойствами, нужно правильно указать путь к селектору. То есть нам нужно указать путь до тега P второго подблока, нашего главного блока. Для этого мы сначала обращаемся через класс к нашему главному блоку. Затем для обращения к вложенному в него блоку мы ставим пробел. И именно этот пробел объясняет браузеру, что мы обращаемся именно к вложенному элементу. А затем указываем класс второго подблока. После чего для обращения к вложенному в него параграфу мы ставим также знак пробел. И так как у параграфа нет никакого класса или айдишника, мы к нему обращаемся напрямую по названию тега. Вот так. Давайте сохраним изменения. Посмотрите, у нас все прекрасно получилось. Конечно, можно было и короче обратиться, например, сразу к классу второго подблока. Затем поставить знак вложенности этого селектора, то есть пробел. И обратиться уже напрямую к вложенному тегу P. Но мне было важно показать, как строится обращение по вложенным многоуровневым селекторам. И такое обращение не имеет ограничения по уровням. Иногда бывают такие случаи, что при редактировании шаблона WordPress приходится обращаться аж через 5 уровней. Например, представьте, у вас у шаблона WordPress имеется блок, заключенный в тег div с сайдишником post-31. В него входит другой div, а в него еще один div. И в него еще один div. А уже в его состав входит тег P с классом site-title, в котором прописан текст, который нам необходимо перекрасить. Причем класс site-title установлен для всех названий сайта. И возникает вопрос, как нам перекрасить заголовок только одного блока на нашей странице, то есть только у этого поста. Обращаться напрямую к параграфу по классу это не вариант, ведь перекрасятся все заголовки на сайте. Тут к нам и приходят на помощь вложенные селекторы. Как мы помним, у нас есть div с айдишником. Мы обращаемся к нему по айдишнику, а затем к вложенному в него div без класса напрямую. А затем еще вложенного в него к div без класса. А затем еще вложенного в него к div без класса. А уж потом к параграфу, который входит в состав этого безымянного div. Мы обращаемся к этому параграфу по классу. И в этом случае у нас перекрасится только текст этого параграфа, то есть заголовок нашего поста. Во вложенных тегах при создании структуры HTML шаблона очень важно следить за тем, где открываются и закрываются теги. Ведь только после того, как родительский тег открылся, только после этого можно открыть дочерний вложенный тег. И только после того, как дочерний тег закрыт, может быть закрыть и родительский тег. Вот он правильный вариант разметки, а вот неправильный. Это очень важно, запомните это. Теперь давайте поговорим о соседних классах. Суть та же самая, что и вложенных тегов, только за некоторым исключением. Давайте возьмем тот же самый пример, только у подблоков 1, 2 и 3 не будет никаких классов или айдишников. Итак, как же нам перекрасить параграф второго подблока? Все очень просто, мы обращаемся к нашему главному блоку, а затем, так как у подблоков нет никаких айдишников или классов, мы обращаемся сначала к первому блоку напрямую по названию тега div. Далее нам нужно обратиться к соседнему по отношению к нему блоку. Для этого мы ставим знак плюс, именно этот знак сообщит браузеру, что мы обращаемся к соседнему блоку и обращаемся к этому блоку по названию тега div. А затем мы должны обратиться к вложенному в него тегу p, но об этом вы уже все знаете. Если бы нам нужно было перекрасить третий параграф, то после обращения ко второму к соседнему тегу div, мы снова бы поставили знак плюс, который бы символизировал обращение к соседнему блоку и затем прописали бы обращение напрямую по названию тегу div, то есть к третьему блоку, а затем бы обратились к вложенному параграфу. Самым часто применяемым методом обращения по соседним селекторам WordPress является редактирование панели в личном кабинете и изменение навигационного меню. Но это все мы будем более подробно рассматривать во второй части нашего коучинга. Владение технологиями обращения к тегам html шаблона по классу или айдишнику, по признаку вложенности или соседству является важнейшим и ключевым навыком по редактированию шаблона WordPress. Это основа основ и свободное владение которой чрезвычайно важно, так что основательно изучите материал этого урока. Ну а для закрепления у вас будет домашнее задание. Перед вами под видео расположился макет. Чуть ниже после макета приведен список заданий по применению стилей к этому макету. Список заданий предусматривает детальную проработку навыков и усвоение материала, который был изложен на этом уроке. Вам нужно будет прислать отчет через форму расположенную в этом задании. В соответствующих полях вставляйте свой код. Легкого и плодотворного вам изучения и до встречи на следующем уроке.